Хей, чувак, с собой я, Стопикат. Сейчас вы, наверное, смотрите самое запрашиваемое видео, ведь реально очень много людей просило снять историю всех топоров. Что ж, не будем тянуть кота за хвост, ведь нет у меня даже толком кота рядом. Начнем. Первый топор это Райкири топор, также известный как Акули топор, один из лучших топоров в игре. Он наносит лучший урон, чем серебряный топор и имеет более быстрое время восстановления. Это второй лучший топор для рубки почти всех видов древесины. Однако, Райкири один из единственных топоров, который доступен круглый год, за исключением дня Хэллоуина. Топор был назван в честь пользователя Роблокс Руйкири, который также является одним из членов логова. Коробочные версии этого топора действительно существуют в игре, но их нельзя получить легальным способом. Второй топор, бета-топор. После того, как игра вышла из стадии бета-тестирования и вышла финальную версию, топор был перемещен на стойку для лимитированных предметов, заменив место, где был альфа-топор. Сейчас на этом месте находится серебряный топор. Через некоторое время ящик был снят с подставки, и игроки предположили, что удаление было сделано для того, чтобы другие игроки не использовали эксплойты для получения топора. Третий топор, альфа-топор. Его можно было купить в Вудурасе за 500 долларов. После того, как игра вышла из стадии альфа-тестирования и перешла в бета-тестирование, коробка была перемещена на стойку для лимитированных предметов. Ящик с топором позже был удален с этой полки и заменен на бета-топор. Лавовый топор. У лауа-топора нет истории. Его добавили в игру, и он добавился в игру. Лавовый топор просто появился в первом рождестве игры, и все. Аналогичная ситуация с топором конца времени. Но все же у него есть маленькая история. Его добавили в игру с появлением судного дня, или же день конца света, который каждый год наступает 31 октября в день Хэллоуина. Топор получается таким же способом, как и Рейкири, но только 31 октября. Его цель – это рубить фантомное дерево. Конфетный топор. Самый бесполезный топор, который появился в рождестве 2016 года. Он не может струбить абсолютно ничего, по крайней мере не может сейчас. Он годен только как декорация, или как достижение за полученный топор. Седьмой топор. Пчелиный топор. Это топор, который можно было получить только 9 декабря 2017 года игрокам, решившим и завершившим день второго события Mech Buckets Business 2017 года. Теперь это возможно только через обмен или покупку у других игроков. То есть, топор можно было получить легально, приняв участие в обмене 2017 года. Или же попросить у какого-нибудь друга, ну или же у читера. Восьмое. Куриный топор. Он основан на модели Роблокс, созданной игроками Unicorns и Jack16King. Причина, по которой Дефолтио, разработчик игры, добавил этот топор, неизвестна. Но весьма вероятно, что Дефолтио, увидев модель, посчитал, что это было бы забавно внедрить ее в игру. Несмотря на то, что дата его выпуска неизвестна, известно, что топор раньше назывался Куриный топор, а весь секс не был написан с большой буквы. Когда-то топор продавали за абсурдно высокие суммы денег, многие эксплойторы и дюперы. Однако, из-за того, что топор хорошо известен и многие умоляли разработчика добавить его в игру, топор теперь можно получить, распаковав дар Великих Времен. Который был добавлен во время рождественского события 2017 года и был переименован в Куриный топор. Причем весь секс должен быть заглавным. Девятый. Золотой топор. С июля 2017 года топор автоматически удалялся при запуске сервера. Но где-то в конце октября читеры смогли добыть его, и через ролики на ютубе они показывали всем, каким образом его получить. Дефолтио вообще не стал париться. Он просто удалил абсолютно всю информацию о золотом топоре из игры. На данный момент неизвестно в игре он или нет, но я склоняюсь к тому, что нет. Янтарный топор. Это топор из хэллоуинского события 2018 года. Его можно было купить в магазине Хижина Боба. Топор, кстати, очень хороший. Я им пользовался, пока не вышел. Одиннадцатый. Множественный топор. На данный момент, не считая золотого топора, этот топор самый сильный в игре. Топор является главным призом события Мех Бахис Бисм 2018 года ивент The Gift of Beast. Он находится в лабиринте под магазином фурнитуры. И вроде он все еще там, но вход в лабиринт, находившийся в холодильнике, сейчас закрыт. Двенадцатый. Пряничный топор. Или же снайперский топор, ведь у него невероятно огромная дистанция рубки дерева. Топор был просто частью Рождества 2018 года. Тринадцатое. Твиттер-топор. Топор, который можно было получить с 13 января до 9 июня. Суть заключалась в том, что вы должны были подписаться на твиттер-разработчика, а затем отправиться к птичке в пещере на острове с лабиринтом. Кладете рядом с птичкой топор, и ваш топор становится серебряным топором, но с логотипом твиттера. Четырнадцатое. Сладко-кукурузный топор. Топор хэллоуинского события 2020 года, который вы могли забрать две недели назад. Если вам что-то не нравится видео, то дайте мне об этом знать, я обязательно с этим справлюсь. С вами был Сапик Адвичев, чувак. Всем удачи, всем пока.